В Краевой детской библиотеке имени Надежды Крупской будут работать новые сотрудники – Мишки Кеша и Стеша. В учреждении их называют специалистами по детской книге. С их помощью сотрудники библиотеки будут презентовать книжные новинки в социальных сетях в виде комиксов. Игрушки библиотеки подарила барнаульская мастерица Вера Зиновьева. Последние три года она всерьез увлеклась созданием Мишек Тедди. Я явно не первопроходница в этой теме. Я увидела и решила просто для себя сшить медведя. Когда я его сшила, когда я его набила, он оказался такой страшненький. Он выкройка исказился. Я решила, что надо все-таки опыт повторить, но уже из правильных материалов, уже под присмотром какого-то куратора. Вера училась в онлайн-школе и покупала курсы у опытных мастериц. Теперь она знает, из каких материалов нужно шить медведей. Это махер, альпака, овечья шерсть, вискоза и плюш. А набивают Мишек опилками, стеклогранулятом и синтепухом. За три года Вера освоила технику и приняла участие в трех городских выставках. А ее медведи разлетелись по стране – в Москву, Санкт-Петербург и Пермь. Со временем она поняла, что мастер-теддист должен обладать сразу несколькими профессиями. Это ты должен уметь шить, ты должен уметь кроить, ты должен быть портным, ты должен быть парикмахером, ты должен быть стилистом, ты должен работать с цветом, ты должен быть художником, ты должен быть фотографом, ты должен быть просто на все руки мастер. Сшить мишку среднего размера высотой 32 сантиметра можно за один день. Но над созданием образа мастер может работать месяц и даже больше. При этом нужны минимальные инженерные знания, чтобы заставить голову и конечности игрушки двигаться. Для этого используют дисково-шплинтовое крепление. Как только все конечности готовы, мы туда кладем вот такой мешочек с утяжелителем. Здесь в данном случае, потому что игрушечка маленькая, тут мелкий песочек аквариумный. Тедди, по таким неописанным законам, он должен иметь вес, как живое существо такого вот размера. По технологии медведя Тедди Вера создает и других зверей. Например, в этом сезоне особенно популярен символ наступающего года – кролик. Кроме того, Вера создает статуэтки из ваты, стилизованные по-целецки елочные игрушки. А этим летом у мастера появилась новая страсть. Это Маротте. Изначально скипетр с кукольной головой и колокольчиками. Он был атрибутом шутов и орликинов. Часто имел в своем механизме музыкальные шкатулки с разными голосами. Со временем назначение Маротте изменилось. Из шутовской трости она превратилась в куклу для флирта. Их брали барышни. И даже образ вот этой куклы, он был похож на фаворита вот этой дамы, которая пользовалась этой куколкой. Поэтому ее долепливали, меняли образ, одевали в шелка и бархат. И когда надо было привлечь внимание, она вот так раскручивала ее. Сейчас Вера больше увлечена созданием Марот. Но и о медвежатах не забывает. Больше всего она хочет познакомиться с другими мастерами-тедистами, чтобы создать с ними клуб, в котором можно будет общаться и делиться секретами хороших игрушек. Юлия Шеламова, Сергей Балуев. Новости.